Добрый день дорогие друзья, меня зовут Владимир и сегодня мы с вами узнаем, что называется автомобильным термостатом, каков его принцип работы и основные неисправности. Более подробно этот и другие материалы вы можете почитать на нашем сайте bazlite.ru Ссылка на сайт будет под видео и под описанием. Итак, сегодня мы с вами узнаем, что называется автомобильными термостатами, каков его принцип работы, какие задачи выполняют эти ключевые элементы системы терморегуляции двигателя внутреннего сгорания, а также почему довольно часто он выходит из строя раньше положенного срока. Кроме того, расскажем про основные неисправности термостата транспортного средства, в каких случаях его необходимо менять на новый и сколько в среднем составляет его ресурс в той или иной модели автомобиля. В заключении мы поговорим о том, как правильно определить, работает термостат или нет, и какими способами лучше всего это делать, чтобы не заменить еще исправную деталь системы терморегуляции машины. Почти все современные двигатели автомобилей охлаждаются при помощи специальной технической жидкости, как правило это тассол или антифриз. Для того, чтобы эта функция осуществлялась в полной мере, большинство автопроизводителей устанавливают в системе охлаждения силовой установки особый прибор, который называется термостатом, или как называют его специалисты по ремонту и обслуживанию транспортных средств, терморегулятором температуры охлаждения мотора. Для того, чтобы понимать, что такое автомобильный термостат, каков его принцип работы, а также почему он порой выходит из строя раньше положенного заводом изготовителем срока, необходимо знать и понимать, какие основные функции, задачами он выполняет в системе терморегуляции двигателя внутреннего сгорания транспортного средства. Данные вопросы мы и обсудим в нашем рассказе, чтобы получить исчерпывающее представление об автомобильном термостате, а также способах обнаружения неисправностей, которые могут помочь нам сберечь ключевые узлы мотора от перегрева, а также дальнейшего дорогостоящего ремонта. Кроме того, мы рассмотрим часто задаваемый вопрос, многими автовладельцами, как правильно определить, работает термостат или он вышел из строя. И начнем сегодняшний наш видеоматериал с понятия и принципа работы автомобильного термостата. Термостатом называется специальный прибор, который служит для регулирования температуры охлаждающей жидкости двигателя, как правило, тасола или антифриза, намного реже воды. Благодаря этому устройству происходит ускорение процесса прогревания мотора и поддерживается для него оптимальный, то есть комфортный температурный режим функционирования. Простая конструкция, в сердцевине которой располагается возвратная пружина, уплотнительное кольцо, тарелка клапана и направляющий элемент, делают эту деталь довольно надежной, а также дешевой по стоимости. Более наглядно рассмотреть и увидеть, из каких основных элементов и частей состоит автомобильный термостат, вы можете наглядно у себя на экране. Это стандартный или типовой термостат, который состоит из основного клапана, цилиндра с воском, который находится в центре, клапан малого круга, это возвратная пружина или просто пружина, и непосредственно сам корпус, как правило, из металла. Основной функцией, которую выполняет автомобильный термостат, является недопущение попадания охлаждающей жидкости в радиатор, до тех пор, пока температура мотора не поднялась до оптимального уровня. Проще говоря, пока температура двигателя не поднялась до рабочей в 90-95 градусов по Цельсию, охлаждающая жидкость будет блокироваться, а когда произойдет достижение данного показателя, вот тогда-то и вступает в действие наше устройство термостат, которое отключает блокировку потока антифриза или тасола, и обеспечивает циркуляцию этих жидкостей по системе, тем самым снижая температуру. Благодаря термостату обеспечивается возможность быстрого нагревания мотора, из-за чего снижается его износ, а также сокращается выброс вредных веществ в окружающую среду. Задача термостата, схожа с его функциями, заключается в контроле блокирования потока охлаждающей жидкости транспортного средства, то есть недопущения попадания раньше времени антифриза или тасола в радиатор, до тех пор, пока двигатель внутреннего сгорания не разогреется до рабочей температуры в 90-95 градусов по Цельсию. Функциональность термостата заключается в том, что когда мотор холодный, благодаря этому полезному устройству охлаждающая жидкость не проходит в систему, она блокируется специальной заглушкой. По достижению мотором рабочей температуры, которую мы описывали ранее, термостат автоматически открывает заглушку и помогает силовой установке быстрее разогреть двигатель. На экране у себя наглядно вы можете видеть, как функционирует автомобильный термостат, а точнее куда входит и откуда выходит охлаждающая жидкость. Можно видеть у себя на экране, вот это вход жидкости от радиатора, далее следующее идет выход жидкости к насосу, сама пружина, как мы описывали ранее, и сверху входит жидкость, точнее возвратная жидкость, охлаждающая от двигателя. Говоря простым языком, задача термостата заключается не только в открывании-закрывании заглушки, которая регулирует поток, а также движении охлаждающей жидкости в системе, но и контроле этого процесса. Наличие рабочего термостата в автомобиле позволяет продлить ресурс основных узлов двигателя приблизительно на 10-15%. А теперь мы плавно подошли ко второму пункту нашего видеоматериала, это основные неисправности автомобильного термостата. Даже несмотря на свои небольшие габариты, такое устройство, как автомобильный термостат, является очень важной деталью в любом транспортном средстве. Когда случаются проблемы с работоспособностью этой детали, особенно в дороге, то это может обернуться серьезными неприятностями для дальнейшего движения автомобиля. Однако, насколько серьезные неприятности могут быть в дороге из-за поломки термостата, напрямую зависит от того, какая именно случилась поломка этого устройства. Заметим, что причин поломок термостата может быть большое количество, однако наиболее распространенно является обычная коррозия металла, из-за которого, скажем так, он и выходит из строя. И, как правило, из него и изготовлен. Также довольно распространенной проблемой термостата является его заклинивание, как правило, в полностью закрытом положении. Из-за этой неисправности может произойти перегрев двигателя, причем в любом режиме движения и при любой температуре воздуха, даже в мороз. В том случае, если термостат открывается, но не до конца, то мотор начинает перегреваться и порой может просто вскипеть. Закипание или вскипание двигателя будет в этом случае напрямую зависеть от режима эксплуатации транспортного средства. Более наглядно заклинивший термостат вы можете видеть у себя на экране. Вот таким образом он выглядит. Термостат заклинил в открытом положении. Компенсационный клапан не открылся до конца и, следовательно, не закрылся. В том случае, когда происходит зависание клапана термостата в полностью или слегка открытом положении, то до рабочей температуры мотор будет прогреваться намного дольше обычного, а в зимний период времени рабочая температура может быть даже не достигнута и вовсе. Справочно отметим, что когда система охлаждения полностью исправна, то при температуре воздуха на улице в районе 0 градусов по Цельсию, двигатель должен прогреться до оптимальной температуры при движении примерно за 6-8, максимум 10 минут. Когда происходит неполное открывание термостата, в этом случае температура силовой установки не сможет подняться выше 65 градусов по Цельсию. А теперь давайте с вами разберем, как же проверить работоспособность термостата. Для того, чтобы правильно произвести проверку термостата на работоспособность, первоначально необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры в 90-95 градусов, но только чтобы стрелка количества оборотов не попадала в красную зону на тахометре. Далее нужно заглушить двигатель, открыть капот и найти верхний патрубок радиатора. Данный патрубок, как правило, крепится сверху и внешне похож на резиновый шланг черного цвета, диаметром трубки примерно в 4-5 см. После того, как мы нашли верхний шланг, находим нижний, который выглядит точно так же, как и верхний. Более наглядно, как выглядит шланг и где его найти, вы можете, опять же, посмотрев на экран, на картинку, которая у вас на экране. Вот таким вот примерно образом выглядит шланг. А вот так вот выглядит открытый термостат. После того, как шланги радиатора в подкапотном пространстве нами обнаружены, необходимо дотронуться до патрубков, но только с особой осторожностью, потому что они могут быть горячими. В том случае, когда датчик температуры двигателя показывает, что мотор нагрелся и первый шланг горячий, а второй холодный, то быстрее всего клапан термостата находится в закрытом положении. Следовательно, охлаждающая жидкость не может пройти через радиатор. В этом случае термостат нужно будет заменить на новый. Кроме вышеописанного способа проверки на работоспособность термостата, есть еще один, так сказать, народный метод. Для того, чтобы данным методом определить, работает устройство или нет, нужно положить термостат в сосуд с горячей водой, то есть с температурой примерно в 90-100 градусов по Цельсию. После этого необходимо визуальным осмотром посмотреть, открывается ли клапан устройства. Если клапан в воде открылся, значит термостат рабочий, а если нет, то, следовательно, вышел из строя. В случае неоткрывания клапана термостат меняется на новый. Также заметим, что такой метод проверки термостата подразумевает его полное снятие с автомобиля. А в заключении отметим, что при замене термостата на новый необходимо узнать температуру, при которой клапан полностью открывается. Данный момент касается именно неоригинального терморегулятора, так как температура открывания клапана может варьироваться в довольно широком диапазоне. Поэтому не рекомендуется устанавливать термостат с высокой температурой открывания клапана, потому что двигатель в этом случае может начать перегреваться и в дальнейшем понадобится его дорогостоящий ремонт, а также основных его узлов. Более подробно этот и другие материалы вы можете почитать на нашем сайте bazlaid.ru Ссылка на сайт будет под видео и под описанием. А мы с вами послушали видеоматериал на тему, что такое термостат, принцип его работы и основные неисправности. Если у вас есть вопросы, предложения или пожелания, пожалуйста, присылайте их нам на наш YouTube канал или оставляйте на нашем сайте bazlaid.ru Мы обязательно их рассмотрим и ответим. Большое спасибо вам за внимание, всего вам доброго и удачи на дорогах!